Денисей 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 Ну вот, дважды в перекладину попадали игроки Чертанова Судя по тому, что располагается он на правом фланге Он играет у нас вместо Гаррика Левина Такое предположение, потому что Конев точно выходил на поле Конев слева сейчас располагается И как раз вот Александр с мячом пока не особенно заметен был лучший бомбардир Но передача на Артема Селюкова была никак Енисею 2 не удается переломить ход встречи Но вот сейчас, может быть, у Польши, у кого что-то получится Тащит мяч Данила в центр, смещается и проникающая передача Так, а здесь Грицак, отскок и мяч в воротах 1-2, ну вот Первая же атака Енисея 2 после перерыва завершается голом Максима Галиева Вот 14-й Енисей забивает первый ответный гол Мы видим здесь подкат Который можно признать неудачным от Емлиханова Да, Грицаку мяч отскакивает здесь Уже и Редькович тоже подкат И Кименко Смотрим за подачей И какой шанс у Емлиханова во втором матче подряд забивает Ради Емлиханов 3-1 в пользу Чертанова становится у нас счет Вот забил Емлиханов в прошлом сезоне свой первый гол В прошлом матче, да, свой первый гол в сезоне И вот так вот начинается голевая серия центрального защитника Чертанова Смотрим еще раз Кименко Подача Скидка Савелева Ну какой же полезнейший матч сегодня Савелев проводит Видим здесь намеревался наверняка пробивать сам Но вот из такого положения в итоге получилась практически идеальная скидка И Ради Емлиханов забивает Подключается Михаленко на чужую половину Так, а тут полез вперед, здорово И какой момент у Грицака тащит мяч Радионов Тут хорошо включился Дмитрий Ташов Ничего против Савелева сегодня не получается у Енисея Ну дальше, правда, удалось отобрать И сейчас атака, ну, практически с численным преимуществом В какой-то момент была у Енисея Галиев штрафной И Радионов спасает свои ворота После выпада Сейчас дозаявили Данила Ярусова, воспитанника Спартака В этой ситуации хоть чуть-чуть, наверное, попроще А вот тут ошибка у Енисея И 1-4 Становится счет Привозят себе красноярцы момент И, о чем я говорил, да, может вполне повториться сценарий матча Балтика БФУ Чертанова Так оно вот на данную минуту и складывается 1-4 Гостевая победа Чертанова Приближается Смотрим, что здесь было Кирилл Узгин Передача абсолютно нерасчетливая Перехватывает мяч Павел Попов И укладывает его В сетку Забивает свой третий гол Чикишева Ну и в конце апреля Выезд на родину Дмитрия Оленичева В Луки Энергию Гости пока что главному аутсайдеру Группа 2-1 Ну а тут Совсем-то неприлично доводится счет Ну и Максим Савельев Вот тут уже Работу Свою главную исполнил Да, забил гол Ну когда это Нужно было Делать 2-1 у Максима Сегодня Ну Закрепляется он в статусе Лучшего игрока матча Что тут еще можно сказать Здесь Попов Мы видим ассистирует Грибакин Очень тонкое решение Лузгина Оставил неудел Да, вот это Ну, тачпасс Да, что называется Красиво Всегда такие голы Передача здесь Егоров почищает Опять это Ташов был Ну и все На этом финальный свисток Прозвучал Закончился матч Между Командами Енисей 2 и Чертанова В третьем туре Ближе к перерыву Угловой принес Результат Чертанова После навеса Гаррика Левина Максим Савельев Отправил мяча От Ильи Грибакина В общем, моментов Для хайлайта сегодня